Найти одежду во время археологических раскопок оказывается нелегко, ведь насекомые, микроорганизмы, вода, огонь и естественное старение достаточно просто разрушают ткань из органических волокон. Поэтому найти древнюю одежду археологам удается разве что в экстремально сухой среде, в пустыне, в болоте, в торфяниках, либо в мороженой в лед. Я вам покажу некоторые экземпляры одежды, которые хорошо сохранились. А еще я вам покажу уникальные артефакты и технологии, которые поражают современных ученых. Исторические реликвии рассказывают порой об устройстве прошлого мира лучше любого учебника. В этом видео вы увидите фото артефактов, найденных в разных уголках нашей планеты, которые демонстрируют, что люди и раньше имели все блага для комфортной жизни и уже многое изобрели. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Тайны до исторического яйца Ученые из Китая провели исследование древнего каменелого яйца размером с теннисный мяч, которая была найдена в Хэнане в 2018 году. С помощью 3D-реконструкции и высокоточного микрокомпьютерного сканирования им удалось узнать, что доисторическое яйцо отложила гигантская древняя черепаха Ючелис нанингенсис около 100 миллионов лет назад. Эти черепахи жили во времена Мезозоя и достигали в длину почти двух метров. В ходе исследования ученые выяснили, что внутри находится идеально сохранившийся и сформировавшийся детеныш, который, правда, так и не появился на свет. Кроме того, сканирование окаменелости показали, что скорлупа яйца была довольно толстой, около 2 миллиметров, а это примерно в 6 раз толще скорлупы куриных яиц. Ученые полагают, что такая толстая и жесткая оболочка была, скорее всего, защитой от хищников и сложных природных условий того периода. Льняная туника с 4000-летними складками В древних египетских гробницах можно найти довольно много льняной одежды, но на сей раз даже археологи были удивлены, обнаружив полностью неповрежденную одежду с горизонтальными складками. Эта длинная тонкая туника была найдена в гробнице Среднего царства Васюте на западном берегу Нила. Она лежала скомканная в гробу рядом с мумией. Датируется туника приблизительно 2000 годом до нашей эры и, вероятно, принадлежала человеку, рядом с которым была похоронена. Что самое удивительное, складки на тунике, которые были сделаны методом, похожим на штамповку, сохранились в течение нескольких тысяч лет. Прототокситы – гигантские древние организмы Прототоксид – это водоросли? Это лишайник? Нет, это супергрипп. Сейчас мы переместимся, например, на 420 миллионов лет назад, прямиком в Девонский период, когда трава была зеленее, а грибы были 6 метров в высоту. Доподлинно известно, что это род ископаемых живых организмов до 8 метров в высоту и до метра в диаметре, имевший конусовидную форму. Прототокситы были самыми большими наземными организмами Девонского периода и их окаменелости были найдены более 50 раз на территории Северной Америки и Западной Европы. Ученые очень долго не могли отнести прототокситы к определенному типу и, более того, царству. У них имели схожие черты и с водорослями, и с деревьями, и с грибами. Тогда, много миллионов лет назад, наша планета была едва ли похожа на то, что мы называем Землей сегодня. Давно вымершие существа так и остались памятниками среди окаменелых останков былого времени. Еще в 1857 году американский геолог по имени Джон Уильям Доусон первым нашел и описал гигантское образование, напоминающее хвойные деревья и водоросли одновременно. Ученый даже сначала решил, что перед ним окаменевший гнилой тис, оттого и название такое дал прототокситес. По мнению ученых-палеонтологов из Университета и Национального музея истории природы Чикаго, прототоксит оказался огромным грибом. Проводились исследования на геологическое влияние и химический анализ, и все твердит о том, что эти гиганты именно из грибного царства. Сложилась окаменелость именно под влиянием органических реакций. С толку сбивает только размер данного экземпляра. Даже автор исследований негодует по этому поводу, ведь вырастать до 6-8 метров для грибов бессмысленно. Уникальные артефакты из прошлого Так выглядел набор инструментов, принадлежащих жителю острова Готланд, деревянному сундуку около 1000 лет. Во время раскопок в Межичире в 1965 году археологи обнаружили 4 хижины из костей мамонта, возраст строений 15 тысяч лет. Древнеримский смеситель из Помпеи относится к 1 веку до нашей эры, 1 веку нашей эры. Дизайн-проект жилища сделаны шумерами 5000 лет назад. Этой глиняной табличке 3700 лет. На ней геометрические фигуры. Сделаны записи за тысячелетие до рождения Пифагора. Парадные доспехи Генриха III, Франция, сделаны в 1570 году. Вы только всмотритесь в детали. Перед вами уникальное строение, в котором все слышат музыкантов четко и без искажений. Это музыкальный зал во дворце Сефевидов Аликапу 17 века. Футляр из орехового дерева для духов, 19 век. Один из четырех кодексов Майя написан глифами Майя в 1200-1250 годах нашей эры. Туфля Мария Антуанетты, которую она носила в свой последний день в 1793 году. Микенский шлем из бивня кабана. Относится к 1450-1400 годам. Танковый шлем Первой мировой войны. Сохранившиеся следы и отпечатки копыт животных, которые спасались во время извержения вулкана. Авелина 2000 лет назад, перед тем, как стихия разрушила Помпеи. Женские туфли Чопин, высота которых защищала даму от грязи и луж. Венеция, 15-18 век. Общественный туалет древнего римского города Дуга, 1 век нашей эры. Богатое золотое жерелье, забытое в римских банях 1600 лет назад. На юго-востоке Болгарии в национальном археологическом заповеднике Деултум было найдено золотое жерелье с тремя кулонами в форме бусинок. Эксперты полагают, что изначально бусинок могло быть больше. Однако, поскольку цепочка находилась в сломанном виде, установить это сейчас не представляется возможным. Деултум стал второй римской колонией на Балканском полуострове и первым римским городом на территории современной Болгарии. Основан он был императором Веспасиану в 69 году н.э. для поддержавших его в свое время ветеранов легиона 8 августа. Место расположения города находилось в стратегически важном месте, на большой реке с выходом к Черному морю. Высокое благосостояние жителей города обеспечивало развитая торговля и добыча меди. В итоге Деултум превратился в крупный, хорошо спланированный город с многочисленными храмами, общественными зданиями, амфитеатром и большими общественными банями. Ожерелье было найдено в одной из комнат общественных бань древнего города. Примечательно, что в конце прошлого года в соседней комнате было найдено еще одно важное сокровище – серьга II века с крошечными стеклянными шариками на конце трех золотых кулонов, искусно сделанных под жемчуг. Эксперты подчеркнули, что эти серьги, которые ученые назвали чрезвычайно искусными, были аналогичны тем, что были изображены на одном из портретов мумии Фаюм. И, кстати, именно это сходство и легло в основу определения времени происхождения серьги. Самые древние брюки в мире Эти шерстяные брюки были обнаружены в некрополе Янхай возле Турфана, северо-западной Китая. Они датируются 1122-926 годами до н.э., но по-прежнему находятся в очень хорошем состоянии. Брюки украшены зигзагообразной вышивкой в районе голени и красивым рисунком из ромбов в районе колени. Сшиты брюки были из трех отдельных кусков – двух штанин и паховой области. Как предполагают ученые, они использовались кочевниками, чтобы не натирать область паха при верховой езде. Великая Индийская Стена Все знают Великую Китайскую Стену, но почему-то мало кто знает о Великой Индийской Стене, которая была построена еще раньше. Эта стена окружает крепость Кумбалгарх, расположенную на западе Индии. Великая Индийская Стеной называют крепостные стены, расположенного в штате Раджастхан, неприступного средневекового форта Кумбалгарх. Мощное военное сооружение находится в 84 километрах на север от Удайпура и располагается в живописной местности на высоте 1050 метров. Когда-то ее называли Страж Смерти или Глаза Мевара. Протяженность данной стены около 36 километров. В некоторых местах она расширяется до 8 метров. Несмотря на многочисленные попытки, стена ни разу не была разрушена во время войн. И сама крепость была взята лишь однажды. И то по вине предателя, который отравил воду в Кумбалгархе, что позволило монгольскому императору Акбару проникнуть через его защиту. Мумия пещерного льва. Точнее львенка, возрастом 28 тысяч лет. Его обнаружили в вечной мерзлоте в Сибири. Сохранность животного уникальна настолько, что можно разглядеть даже усы. Ученые считают, что образец представляет собой животного ледникового периода наилучшей сохранности из когда-либо обнаруженных. Благодаря вечной мерзлоте сохранились не только мельчайшие детали вроде усов, но и внутренние органы, кожа, шерсть и все мягкие ткани. При этом Спарта, четвертый пещерный львенок, найден в вечной мерзлоте Якутии. Еще в 2018 году местный житель Борис Бережнев обнаружил эти останки, когда искал в тундре бивни мамонта. Но исследовали львенка только сейчас. Благодаря изучению таких находок, ученые могут определить, как выглядели эти животные. Известно, что они были гораздо крупнее африканских львов. Их шерсть была более плотной, а гриба, похоже, вовсе отсутствовала. Это может многое рассказать о социальности пещерных львов. Например, жили они поодиночке или в группах с четкой иерархией. Яркие ткани культуры Паракас Когда вышитые пончо, тюрбаны, повязки и другие древние изделия, ранее неизвестной перуанской культуры, вдруг начали всплывать в частных коллекциях в начале 20 века, археологам пришлось подкупить грабители, чтобы те привели их в место, откуда те брали древнюю красочную одежду – на полуостров Паракас в Перу. В этом месте соленые пески сохранили мумии, окутанные слоями неимоверно красочного текстиля. Эти ткани, которые на протяжении двух с половиной тысяч лет сохранили ярчайшие краски, были изготовлены из хлопка и верблюжьей шерсти между 500 годом до н.э. и 300 годом н.э. народностью Паракас. В то время люди использовали исключительно природные красители для изготовления более 200 различных оттенков. Каждый стежок ткани был вышит вручную иголками кактусов. Четырех лапый кит, живший миллионы лет назад. Египетские ученые обнаружили окаменелые останки еще в 2008 году, но не смогли сразу понять, какому животному они принадлежали. Млекопитающее назвали Фиомицетус Анубис из-за того, что его череп напоминает голову древнеегипетского бога Анубиса. Ученые опубликовали исследование, согласно которому из-за уникальной особенности черепа и нижней челюсти, можно сделать выводы о том, что Фиомицетус Анубис был хищным животным. Кит мог плавать в воде, а также передвигаться по суше. Четырех лапый кит весил около 600 кг и был длиной примерно 3 метра. Это не первое обнаружение останков четырех лапых китов, но расширяет картину животного мира тех лет. Считается, что Фиомицетус Анубис появился около 50 миллионов лет назад и просуществовал примерно 10 миллионов лет. Останки кита были найдены в пустыне Египта, которая миллионы лет назад была морем и поэтому сейчас является кладезем для исследователей. А кладезем для знаний истории древнего мира является наш канал, на который я вам советую подписаться. Оставляйте свои добрые комментарии под видео. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok